Всем доброе-предоброе утро. Смотрите, какое у нас сегодня классное утро. Прям вот летнее, жаркое. Правда, передают, что красная опасность или апельсиновая, оранжевая. В общем, что 40 градусов передают. Но мне это совсем не страшно, потому что 40 градусов для меня это лето классное. Идем на работу. Там уже здесь рядом с работой не было парковки. Пришлось вот по этим улочкам ехать. Вот тут вот, видите, вот по этой дороге еду. И вот там вот на той улице оставила. Пока ехала, видела, там бабушка моя идет. Ой, ну не моя бабушка, моя клиентка идет, уже ждет меня. Она всегда приходит раньше меня. Тут цветочки убрали, другие поставили. Раньше другие были. Кошак, гляньте, как отдыхает. Вон там, видите, кошак отдыхает. Ему тут ставят водичку, еду. Ладно, хватит балаболить. Делами надо заниматься. Сейчас заеду в Меркадон, куплю арбузика, черешню. Вечером можно было бы, конечно, смотаться, но я боюсь, что туристы все разберут и оставят меня без черешни. Арбузы-то будут, но черешеньки, думаю, все расхватят. Поэтому сейчас заеду и что-то еще, может быть, прихвачу, как всегда. Вот. И все. Кстати, сегодня в телефоне копалась в фотках, там вот, которые загружаются в интернет уже. Представляете, откопала свою заставку, которую я последнюю снимала. Я думала, я что-то в прошлый раз смотрела и не нашла. А это фотки смотрела. У меня там одни фотки с племяшкой. И в ней вот среди них затесалась такая вот заставочка. Так что сегодня, наверное, заставкой сделаю. Ну, не наверное, а точно. Машинка моя вон там. Очень много народу гуляет. Сейчас пойдем на море посмотрим. Ой, понаставят машины, не пролезешь. Море, конечно, шикарное, шикардосное. Инжиром пахнет. Здесь дерево инжира. И он, наверное, уже подрос. Да, большой. Смотрите. А это инжир. Красота. Ой, опять батут туда поставили. Смотрите. И батарейка у меня вырубается. Когда мои родственники здесь были, я хотела их туда вот на этот батут. Но был шторм, и поэтому его убирали. А так было бы здорово. Смотрите. Хоть бы в воскресенье такая погода была. Мы кое-что планируем на воскресенье. Так что подписывайтесь. Будет интересно. Вот смотрите. Тут какую-то фигню повесили. Что нужно лучше пешком либо на автобусе, либо на такси ехать. Ну да. Я бы тоже им посоветовала. Они на машинах. Они бедные туристы приезжают на машинах, которые вот в аренду сняты. И потом либо зеркала оставляют здесь, либо бока от машины. Моя та уж, конечно, себя покорябанная. Но не отсюда. У меня муж старается корябать ее. А я уже, знаете, не обращаю внимания. Пойдем в угла внюхал. Не в меркодону надо. Смотрите, сколько черешни. Какая она классная в меркодоне. За что я сюда всегда прихожу. А это пикота. Она, видите, без без хвостиков. Это с хвостиками, а это без хвостиков. Вкус немного слаще вроде бы, но мне почему-то черешни в этом году больше нравится. Потому что мне такая какая-то вкус более вишни, что ли. Не знаю. А, парагуай у меня есть. Милокотон, персики, неохота. Что мне еще надо? Так, вы меня отвлекаете вообще. Вот все такое. Чего хочу? Кого хочу, не знаю. Кого знаю, не хочу. Бывает такой, да? Кстати, я когда покупала мохамма, это морской хамон. Вот тут еще называется. Смотрите, в меркодоне есть тоже мохамма. Оно стоит вот 29 евро килограмм. И тоже довольно таки неплохой. Я тут никогда не пробовала, но выбор есть. В общем, это вот, это тунец. Сушеный, вяленый, как хамон. Очень вкусно. Его нужно вот так резать. Тонюсенько и кушать. Батарейка у меня садится. Вот находится он, где всякие сосиски, а рядом рыбка. Вот такая вот. Это я просто издалека увидела. Я купила кабачки, лук, огурцы, бананы, много черешни. В общем, моргоз. Видите, да? А, и сейчас салат сделаю с киноа. Ты уже готова. В общем, ее там разогреть. Что-то немного в меркодонавке. Все готово. Так. Это у нас хамоны, естественно. Стоят они у нас 35 евро. Вот это ляшка. Здесь 12 месяцев она висела. Вот это 11 месяцев. Ну, килограмм, наверное, сколько? 5-7. Они обычно весят 5-7 килограмм. Вот так. А там нарезают хамоны. Я уже дома. Все распределила по холодильнику. Хотя, в принципе, там одни овощи были и фрукты. Но все-таки. И сделала себе обед. Тазик салата. Здесь все до всего. И вот, конечно же, кино, которое я купила. Очень удобно. Кстати, тунец тоже здесь есть. Два кусочка маленьких таких курочек у нас со вчерашнего осталось. Чай с лимон. Но чай с лимоном это для двух конфеток. Всем приятного аппетита. Пойду камеру заряжать. Разряжается, зараза. У нас тут улицы моют. Сейчас покажу вам, как у нас их моют. Замаскируюсь под туристку. Руссо-туристы обликом Урали. Хотя я сейчас тут на машине проезжала. Ну, они же меня не поймут, кто там проезжал. Это как, правильно? Ой, да ладно. Да мне без разницы. Вот так они моют. Ой. Пойдемте лучше вот там. Ай, площадь вымыли. Все красивая такая площадь у нас стала. Видите, уже вручную. О, даже стены. Вот почему у меня такие грязные были. Вот почему у меня грязные были эти. Хотя я бы не сказала, что они офигительно помыли. Потому что вот здесь, то ли мне опять написали, то ли что. Собаки. Так вот у нас моют. Я уже домой приехала. Сейчас пойду в магазин. В общем, у мужа на работе там. Ну, не на работе, а рядом там. В общем, мужик один собирает даже, не знаю, как сказать, собак бездомных или что он с ними там делает. Не знаю, где он их, в общем, берет, непонятно. Но это, как говорят, медвежья услуга или как ее назвать. Он говорит, на улице-то он их забирает, но потом он их кормит, когда кормит, когда не кормит. В общем, в не очень хороших условиях их держат, музыкарют соседи, которые на выходные приезжают, дискотеку устраивают. Вот. И в не очень хороших условиях их держат. И вот им муж постоянно или воды дает. А сейчас он привозит, ну, иногда еду возит им. И сегодня заехал на рынок и набрал там всяких костей и все такое. И говорит, приготовь мне кашу рисовую с этими костями собакам. А риса у меня как раз и нету. Ну, такого. Да хоть какого-никакого нет. Рис, ну, есть там немного осталось. В общем, иду рис покупать, чтобы наварить кашу собакам. Представляете? И он их в прошлый раз там это... Мужик так на меня смотрит, скажет, что это она идет, разговаривает сама с собой. Да, бывают такие люди. В общем, что хотел сказать-то про собаку. А, он их неделю-две назад возил эти делать прививки. Накупил им, там, говорит, одна болела собака. Накупил им специальные какие-то порошки, ну, чтобы для желудка там. У меня, кстати, он дома есть этот порошок, когда Чарли болел. И, говорит, одну собаку выходил. Вообще не понимаю, зачем берешь собак, если ты за ними не ухаживаешь. Медвежья услуга. Он их где-то на улице подбирает, думает, что делает лучше. Но лучше он нифига не делает. Если уж ты взялся, как говорится, на улице подобрал, то это значит, надо следить за ним правильно, а не так, чтобы весна, вообще, как тут урдом. И вот он мне каждый раз приходит, рассказывает, что там одна собака там умирает. Я говорю, блин, не рассказывай мне об этом. Мне так жалко становится, что я-то ничего не могу сделать. Я говорю, захит мне это рассказывать, чтобы потом в голове это крутило и не могла уснуть. Я и так хреново сплю. Вот теперь он мне не рассказывает ничего, потому что действительно мне так их жалко, что я не могу, мне так их жалко. В общем, иду сейчас за рисом, сейчас куплю, наварю каши. А еще вспомнила, я говорю, а ты пожалуешься на него, специальная организация, что он плохо относится к собакам. И, может быть, что-то сделают. Ну, такие у меня, такой муж, что он ни хера никуда не будет звонить, не будет связываться, он лучше будет их кормить, тратить деньги. Ужас. Видите, как чувствуется, что сегодня пятница, у всех музыка орет из машины, из домов, из квартир, во все. Я хотела с собой это, ну, идти по Чарли погулять. Ну, такая жара, что неохота мне с ним гулять. Я его дома оставила. Я так с ним прогульнула, сейчас от работы до машины. Там нормально так, дистанция была, конечно, не часовая, но минут 15 он погулял. Все, вдруг стрелять начнут опять. Сегодня пятница, сто процентов я не буду сидеть. У нас сейчас везде вот так ездят, на вот этих вот. А еще сидушка, как мотоциклы такие, но электрические. Скоро пешком вообще никто не будет ходить, только вот на таких вот этих вот приспособлениях. Пришла с магазина, вернее, купила рис и купила какую-то странную дыню. Шла мимо. Жарко так. Сейчас в душ пойду. У нас есть один марокканский фруктовый магазин, но он какой-то, знаете, продает там все какое-то такого качества, не очень. А тут шла, дыни вот такие увидела. Не знаю, что это за дыня странная. 15 центов, вот такая вот дынька. Он говорит, вкусные, вкусные. Мы посмотрим. А в другой магазин зашла, чтобы купить укроп. Тоже марокканский магазин. Это для Миттиапал Сауды. Там хорошие персики покупала. Они не очень красивые, но очень вкусные, муж сказал. Я не очень персики люблю. И вот эти яблоки. Очень вкусный сорт. Вот это амброзия. Классные вообще яблоки. Такие прям, как у нас в деревне были. Сейчас попробую, что это за дыня такая странная. Такая дыня. Сладкая, сочная, но абсолютно безвкусная. То есть вообще вкусно, как будто ешь что-то сладкое, но если тебе с закрытым глазами скажут, что это, сказать не может, невозможно. Ну так, знаете, холодненькое может быть. Но не очень. 50 копеек это фигня. На постном масле. Так что вот так. Пойду в душ. Смотрите, какие кости хорошие ему на рынке дали. Ну это, конечно, все я не буду делать. Шкурки. В основном, конечно, шкурки. Ну и вот такие хорошие кости для собак. Еще самое то. Слушайте, но это много для них. Хотя, блин, воды надо убрать. У меня кастрюль нет слишком большой, поэтому так будет. Наваристый. Навариваю я, значит, тут целую кастрюлю. Думаю, много собак. Вон, смотрите, рис, все дела. У меня овощей зря нет. Можно было бы овощи добавить. порезала тут вот эти штуки. Ну это сало, которое там было тоже. Спрашиваю, а собак-то сколько? Говорю, вдруг мало. Он говорит, один маленький, один большой. Я говорю, тогда это кастрюля на два дня. Ой. Их, говорит, кормят там. Мой муж думает, что если сухой корм, то это значит еда плохая для собак. Я ему объясняю, что сухой корм, там все витамины. Это хорошо. Вот. Потому что собак нужно комить либо сухим кормом, либо вот такой едой нашей, как говорится, человечей. Ну тогда нужно им витамины давать. Вот. Ну я стараюсь, чтобы моя собака ела сухой корм. Хороший я ему, конечно, покупаю. Вот. Где основной... Ой, я с этим искупалась. Душ уже сходил, опять с этим искупалась. Вот. Где основной там мясо. И вот мой муж думает, что сухой корм это плохая еда. И его не убедишь. И тот хозяин, который их держит, скажем так, он им сухой корм покупает. Ну, когда, говорит, даст, когда не даст. Обидно, так досадно. Ну ладно, я говорю, тогда это именно два дня. Ну да. Потому что куда-то целую кастрюлю еды-то. Тем более, если им дают сухой корм. Ой, мне это так больная тема для меня. Какая каша получилась из топора. А я знаете, чем занимаюсь? Сейчас вам покажу. У меня вот старый, здесь наклейки, русскими буквами, видите? А тут-то их не было. То есть клавиатура только испанская, ну, такими буквами. Вот сижу. Я, в принципе, в Алиэксперс себе уже загасала вот эти наклейки, но потом сидела-сидела и думала, а что мне эти можно же отклеить? И так же их приклеить. Вот я этим и занимаюсь. Вот так. Теперь и сейчас просто нужно загрузить русскую клавиатуру и будет у нас русская клавиатура. А то мне название писать я не могу, на телефоне название пишу. Ну и вообще так русские буквы все-таки нужны. Мне правда не очень это удобно, потому что вот эти очень маленькие и как бы мозг не реагирует. То есть если бы вот так я быстро пишу, да, либо русскими, либо вот чтобы видно было вот эти латинские, да, а так тут так как доминируют русские буквы не очень удобно. Но так как я больше на русском пишу здесь нормально. Если от этого отвалятся, в общем, мне с Алиэкспресса написано через 53 дня, представляете, придет новая клавиатура. И вот так вот я их все леплю. Чарли уже на своей постельке уже спать хочет. Время у нас уже первый час. Слышите? И вот такая дребедень целый день, целый день. Раньше он вот там где-то вот так вот трещал, что ли, или как его можно назвать. теперь где-то там. Это вообще вот так всю ночь. Я уже привыкла, в принципе. Муж уже так трещит, наверное, месяца два. Кстати, сегодня соседи так музыка играла громко, что муж говорит, к нему кто-то не стучался, а снизу звонили и говорили, выключите музыку. У меня даже телегард не включен. А у кого тогда? Говорит, а я откуда знаю? Представляете, к нам звонили. А может быть, знаете, и не знаю. В общем, а я говорю, а я бы на их месте сказала бы, если бы мне таким томом сказали, но я, правда, не знаю, каким томом так мне передали. Я бы сказала, до 11 имей право, что хочу. Ну, музыка действительно громко играла, но у нас не слышно было, чтобы вот в квартире, а вот на улице слышно. Ладно, буду с вами прощаться до завтра. Будет интересно. Всего вам самого наилучшего. Всем пока-пока. Приятных выходных. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.